Под Красноярском может появиться еще одно хранилище отработанного ядерного топлива. Накануне в Железногорске состоялись общественные слушания по поводу создания подземной исследовательской лаборатории. Большинство пришедших жителей проголосовали за. Но ряд экспертов считают, что результат голосования не объективен. Виктор Самусенко с подробностями. 12 против, 13 воздержались и 179 за. Таковы результаты общественных слушаний, прошедших в Железногорске. Это означает, что под Красноярском построят подземную исследовательскую лабораторию, в которой почти 10 лет будут проводить испытания массива горных пород. Если опыты окажутся удачными, а в этом сегодня мало кто сомневается, то рядом с нашим городом появится новое хранилище для окончательного захоронения радиоактивных отходов. Несмотря на то, что слушания проходили в рабочий день, в душном зале заседаний мэрии Железногорска полно участников. Но заинтересованными в вопросе они не выглядят. Кто-то зевает, кто-то уже уснул. Пришедшие в основном работники горнохимического комбината на подобных слушаниях уже не в первый раз. И всегда они заканчиваются одинаково. Горнохимический комбинат, как все предприятия, госкорпорации, Росатом, должен, ну как большинство предприятий, должен быть акционирован в ближайшее время. За акционированием следом идет оптимизация штатов. Люди это прекрасно знают. Оказаться за воротами в каких-то дочерних фирмах, которые сядут на аутсорсинг, мало кому хочется, потому что перспективы туманные. Поэтому если руководитель говорит, что нужно прийти на публичное слушание проголосовать, люди приходят и голосуют. Слушания начались с выступления докладчиков, представителей национального оператора по обращению с радиоактивными отходами, а также специалистов горнохимического комбината и приглашенных экспертов. Суть первого этапа проекта в том, чтобы построить под Красноярском подземную лабораторию, которая будет исследовать возможность размещения в горном массиве хранилища отработанного ядерного топлива. Мы ничего опасного вообще не видим. Это полукилометровая глубина. Над отходом отходы размещаются изолированы друг от друга на значительном расстоянии. При этом отходы на нетры практически не воздействуют. Просто они складываются и складываются. Взорваться, как в Крестыне, в Челябинске они не могут. Даже если они взорвутся, полукилометровая глубина, это даже больше, чем Семипалатинский полигон. Нужно просто, чтобы люди с открытыми глазами понимали, что же будет происходить, насколько это безопасно и что нужно сделать, чтобы эту безопасность увеличить. С моей точки зрения, главный критерий, который должен быть следующий, то есть есть общая нагрузка радиоактивная на территорию, вот она должна при этом сохранении уменьшаться. Но настроение собравшихся, мы оценим, сейчас клоняющих выступать. Но пока, судя по тому, что эти доклады почему-то встречаются аплодисментами, я не знаю почему, вот, ну, видно, более-менее доброжелательное отношение к тому, что происходит. Но не все пришли на слушание, чтобы аплодировать новому проекту. Среди железногорцев нашлись и те, кто с инициативой совершенно не согласен. Первый завод, который отказались строить жители Красноярска, он отдыхает по отношению к тому, что затевается здесь. Я не против развития, но этот могильник нужно построить от города, от города, на расстоянии менее 300 километров нашего города Красноярска. Спасибо! Для государства складирование ядерных отходов на своей территории весьма доходный бизнес. Некоторые страны даже борются за это право. Один момент. Железногорск – город закрытого типа, подчиняющийся напрямую правительству страны. И по закону спрашивать менее красноярцев, которые в большинстве своем очевидно негативные, Росатомовцы не обязаны. Давайте еще раз вернемся к сути названия нашей страны – федеративная республика. То есть, если каждый из регионов будет проявлять свое местечковое настроение и не обращать на федеральные нужды, то, соответственно, это будет не федерация, наверное, а конфедерация и развалится страна. Если федеральное правительство говорит о том, что необходимо создание такого федерального объекта, но максимально безопасного и максимально удобного для всех, при этом потенциально он может располагаться в Красноярском крае, то я надеюсь, что регион должен прислушаться к федеральным проблемам. Так или иначе, участники слушаний поддержали инициативу Росатома о создании подземной лаборатории. На разработку проектно-сметной документации специалистам придется потратить около двух лет. В 2014-м в Железногорске вновь пройдут общественные слушания. Но если состав участников и настроение маленького города не изменится, то, скорее всего, под Красноярском появится новый могильник ядерных отходов. Если у вас есть свои новости, звоните лично мне. Мой телефон 292-63-1. Ну а комментарии к материалу оставляйте на сайте afontov.ru. Виктор Самусенко, Афонтова новости из Железногорска.